Женщина жила в одной квартире с бабушкой и дядей. Семья неблагополучная. Внучка злоупотребляла алкоголем. И ухажера нашла себе такого же. Он ранее был судим, но в отличие от нее, после освобождения из мест лишения свободы, нашел себе работу. Из-за этого часто происходили ссоры. Одна из них и закончилась трагедией. Выпивали они первоначально все втроем. В данном случае ее дядя, она сама и со своим сожителем. Гулянка перевернулась практически за полночь, уже ближе к полуночи. И она захотела продолжить распивать спиртное. Пойти к знакомым на улице. Сожитель уйти не разрешил. Встал в проеме, заблокировав выход из комнаты. Я говорю, дай про это, он все равно не пускал. Нож лежал тут. Я вот так схватила, пошла на него, сначала подержала. Нож, которым до этого резали арбуз и стал орудием убийства. Удар оказался смертельный, мужчина буквально за несколько минут скончался на месте. Осознав совершенное, женщина первоначально попыталась скрыть следы преступления, замыть нож и сбежала из дома. Такие убийства на бытовой почве не единичны. За 2018 год сотрудниками Московского межрайонного следственного отдела окончено более 100 уголовных дел об убийствах, изнасилованиях, тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними. И в отношении них, коррупционных преступлениях, все они направлены в суд, по большинству уже вынесены обвинительные приговоры. В этот праздничный день, день образования Следственного комитета, хочется поздравить с 8-й годовщиной образования всех сотрудников, пожелать им, самое главное, здоровья, успехов в труде, интересных уголовных дел, желания работать, и самое главное, работать творчески. Женщина, зарезавшая сожителя, попыталась уничтожить улики, замыть кровь с ножа и скрылась с места преступления. Но ее быстро нашла полиция. Вину в совершенном преступлении она признала. Ей предъявили обвинение. Дело уже направлено в суд. Ей грозит срок до 15 лет лишения свободы.